Праздник урожая и День города сопровождался спортивными мероприятиями и соревнованиями, ну а гвоздем торжества стала ярмарка сельхозпродукции. Выставочные столы ломились от изобилия, особенно всем понравилась пирамида из сладких баурсаков. Праздник урожая и День города сопровождается сельхозпродукцией. Все достижения сельчан не остались незамеченными главой области. Начиная с 1997 года объединились три района под единым именем Махтаральский район и начали работать вместе. В этом году после 20-летия совместной жизни по указу президента Махтарал и ЖТСА разделены на отдельные районы. Но административное отделение не значит разделение людей. Сейчас станет намного легче для повышения благосостояния районам. Смотрите, какой устроили сегодня большой праздник. Теперь ЖТСА не только выращивают хлопок, но и арбузы и дыни, фрукты и молочную продукцию производят. И сельчане идут впереди области. В этом году в ЖТСА засеяли капусты 839 гектаров, при этом получили солидный урожай – 30 тысяч тонн. 80% всей продукции района отправляется на экспорт, остальное – на местные рынки. Руководители крестьянских хозяйств за свои успехи были награждены грамотами и благодарственными письмами. Моя основная работа – выращивать хлопок. Но помимо этого, еще и в этом году посадили кукурузу. Мы высадили новые сорта и получили с одного гектара по 10 тонн продукции. Всего же общая площадь поливных земель ЖТСА составляет 78 тысяч гектаров. Больше половины из них – это 48 тысяч гектаров, занятых хлопком. Остальные – овощами, бахчевыми и фруктовыми садами. Общий объем урожая, собранный аграриями района, составил 426 тысяч тонн сельхозпродукции. И это, как говорят сами жители района, далеко не предел. При реконструкции поливной системы, ремонте растительных каналов и соблюдении агротехнических приемов, урожаи будут значительно выше. Субтитры создавал DimaTorzok